Доброго вечера! Мы хотя и не совсем пока с Украины, но натюрморт за окном новый и продолжаем следить за тем, что сейчас творится у нас в Украине. Ночью прилетели 13 шахедов, все 13 были сбиты. Основной целью шахедов в этот раз стала Ивано-Франковская область, не знаю, что они там конкретно выцеливают, наши-то знают, естественно, военные. Но сложную атаку провели. С разных сторон одновременно пытались атаковать город, с севера, с юга шли шеренгой, чтобы сложнее было. Их поразить. В течение всей тревоги использовали то группы, то отдельные дроны, то есть пытались максимально запутать свой след. Но все 13, подчеркну, были сбиты. А вот с баллистикой так не разберешься. По Днепру сегодня уже с утра, начиная с 10 утра, били баллистическими ракетами, 6 ракет туда ударило. И есть погибшая женщина из того, что уже зафиксировано. Сами россияне сообщают о том, что сегодня за ночь вооруженные силы Украины ударили по России 45 дронами. 45 дронами плюс еще отдельно ракетами. Дронами мы били, как выясняется, по Белгородской, Ростовской, Воронежской областях. А по Белгородской также били ракетами точку, реактивными снарядами и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что мы от них не дождемся точных данных, но когда, вы знаете, как правило, тоже заметил разокономерность, что если уж они сообщают про много дронов, значит, что-то куда-то допопадает. Ну, в этом, собственно, тактика использования таких дронов и состоит. Что-то они допропустят. В Воронежской области, кстати, перехватили не только беспилотники наши, но и три этих метеозонда. То есть мы бьем россиянам метеозондами. Видимо, специально портим им погоду. Наш метеозонд прилетает коварно в Воронежскую область, говорит, а у вас завтра будет холодно, слякоти, мерзко. Впрочем, у вас в России всегда мерзко. И вот они сбили три таких наших, то, как они сообщают, метеозонда. Но это очень похоже на китайскую историю. Помните, американцы, видимо, это они, типа, хотят показать, что мы круче американцев. Американцы сбивают китайские метеозонды, а мы украинские, прямо над Воронежем украинские метеозонды, чтобы, не дай бог, в России хотя бы о погоде не узнали правду. О том, что, кстати, происходит с Россией, правду-неправду, мы сегодня подробно поговорим, потому что Юлия Навальна дала интервью Time. И в этом интервью большая часть посвящена нам, Украине. Заслуживает внимания, заслуживает, потому что, ох, к сожалению, по-моему, есть много заблуждений у этой, как сказать, у этой девушки, которая пытается возглавить российскую оппозицию. Мне так кажется. Надеюсь, что это заблуждение. Просто надеюсь, что это политическая. Неопытность, но мы разберем подробно. На фронте 910 россиян выведены из строя, 3 танка, 8 БТРов, 13 артиллерийских орудий. Цифры, к счастью, вам скажу, небольшие. Почему к счастью? Почему я не должен радоваться большому количеству уничтоженной техники? Значит, интенсивность атак пониже. Интенсивность атак пониже, нашим попроще. Нашим сейчас нужно, чтобы было попроще. Снаряды 1 к 10, об этом сказал президент Зеленский. Нам бы продержаться. Может быть, не так долго осталось держаться-то нам. Вот об этом мы тоже поговорим. Тут я даже боюсь сглазить. Но обязательно, обязательно расскажу вам о том, как идут дела в Конгрессе. Самому страшно, самому не верится, но расскажу. Но я буду так, тихонечко постукивая по дереву, что ли. И вчера удар по Чернигову, о котором я вчера рассказывал в вчерашнем выпуске, тогда откапывали, спасали людей прямо во время того, как я записывал выпуск. Поэтому те цифры, которые я привел, к сожалению, оказались не просто не финальными, а прямо вдалеке от финальных. На самом деле, вчера в Чернигове погибло 18 человек. Это те, кто уже погиб. Уже погиб, я говорю так, потому что еще 36 сейчас в больнице. Из них 12 сейчас в больнице в тяжелом состоянии. В результате удара повреждены 28 домов, 419 квартир. Один дом полностью разрушен. Вот такой варварский удар нанесли россияне вчера по Чернигову. Я видел храбрые комментарии из Чернигова. Вчера под вчерашним видео. Спасибо всем, кто из Чернигова откликнулся вчера. И спасибо тем, кто вчера в комментариях на канале Штельман под этим видео, под вчерашним, поддержал морально черниговцев в этот тяжелый для Чернигова черный день, который наверняка войдет в историю города. 17 апреля. Запомните этот день. Я думаю, что в Чернигове запомнят. Ну а похоже, что 20 апреля скоро станет тоже необычной датой в истории российской, ой, извините, украинско-американских отношений. Но для России это тоже станет необычной датой. Возможно. Вот сейчас прям надо стучать по дереву. Значит так, сейчас надо исполнить ряд ритуальных действий. Я сейчас буду говорить, ну пожалуйста, все на всякий случай так, шепотом. Буду говорить шепотом, чтобы никто не услышал, не сглазил, не испортил происходящее. Кстати, россияне могут что-нибудь устроить. Вот я не удивлюсь, если за предстоящие двое суток они устроят какую-нибудь очередную там атаку на Израиль, или не знаю, на Корею Южную со стороны Северной. Ну что-нибудь такое. Просто чтобы остановить Конгресс от голосования, которое предстоит в субботу. Прямо я не удивлюсь, вообще не шучу сейчас. Поэтому первое, постучали по дереву. Второе, подписались на канал Штельман, кто еще не подписан. Третье, поставили лайк и слушаем дальше. Значит, спикер Майк Джонсон, про которого мы сказали очень много плохих слов. Вы присылали мне ругательные стишки в адрес Майка Джонсона, мерзкие частушки и так далее. Я уж не говорю про обзывательство и прочую матерную. Но он таки предлагает, он таки огласил, провозгласил, принес пакет помощи Украине. Пакет помощи Израилю отдельно тоже есть. И помощи Тайваню тоже есть. Но я сейчас, конечно, как вы понимаете, про пакет помощи Украине больше буду говорить. Хотя Израиль тоже в ней нуждается на сегодняшний день. Израиль потратил на отражение атаки Ирана 1 миллиард долларов. Кстати, вот поразительная такая история. Когда нас атакуют россияне, россияне тратят обычно миллиард долларов, а мы отбиваемся за 100 миллионов. А тут наоборот. Иран потратил 100 миллионов, чтобы атаковать Израиль, а Израиль отбился за миллиард. Потому что у Израиля свои, собственно, очень высокотехнологичные, очень дорогие средства ПВО, которые он использовал. Патриот их, кстати, тоже использовал. Итак, переходим все-таки к тому, что предстоит в субботу. Майк Джонсон предлагает направить Украине 61 миллиард долларов. Майк Джонсон, вау, мэджик. То есть ровно то, что... Слушайте, я расплачусь в субботу лучше, если он действительно это сделает. Это ровно столько, сколько предлагал Байден. Прямо вот все, что Байден предлагал, все, что было в пакете, который принял Сенат, все это содержится в пакете Майка Джонсона. Просто все то же самое. Значит, в тексте документов... Да, отдельно Майк Джонсон требует быстро предоставить Украине дальнобойные ракеты Атакамс. Вау! То есть мало того, что 61 миллиард, дайте. И Атакамс, ну хорошо, это может быть из того же миллиарда, из того же 61 миллиарда, но Атакамс тоже дайте. Почему он требует Атакамс? Я думаю, вот здесь у меня есть ответ на этот вопрос. Что вдруг Майк Джонсон задумался про Атакамс? Именно дальнобойные конкретно указаны. Я думаю, что это последствия того самого трехкомитетного доклада «Победа в Украине». «Победа в Украине». Я рассказывал про этот доклад вам в январе, и я говорил, что он сыграет свою роль в поддержке республиканцев в Конгрессе, чтобы они проголосовали за законопроект в помощи Украине, что написав такой доклад, невозможно после этого не поддержать Украину. Тогда три главы комитета, которые постоянно поддерживают Украину, республиканские, они написали доклад, в котором критиковали Байдена, за то, что неправильно помогает Украине. В частности, они указывали, что давно мог бы дать Атакамса, и тогда раз, два, три, четыре, пять вышел бы зайчик погулять. Причем зайчик. Вы понимаете, про кого и кто бы куда вышел, и куда. В каком смысле вышел бы зайчик погулять во двор тюремной камеры в Гаеге уже давно. Если бы дальнобойные Атакамсы нам дали тогда еще, как предлагают задним числом республиканцы. Но сейчас Джонсон на этом настаивает. 61 миллиард. Да, и понимаете, ему нужна поддержка этих республиканцев, чтобы его не отправили в отставку. Мы же про это помним, что его еще до субботы в отставку могут отправить Джонсон. Это тоже риск. Я поэтому призываюсь стучать по дереву и подписываться на канал Шательман. Значит, 28 миллиардов на все операции, связанные с военной помощью США и Украине. Это внутри этой суммы уже. 13,8 миллиардов на программу Ukraine Security Assistance Initiative, по которой Пентагон подписывает контракты с американскими оборонными компаниями. 13,4 миллиарда долларов на замену и ремонт переданного Украине вооружения, а также на финансирование обучения украинцев. 1,6 миллиарда Foreign Military Financing, выделение грантов на покупку оружия у производителей, передать как можно быстрее Украине дальнобольные ракеты от АКАМС. В то же время президент США имеет право отложить это решение, написано в законопроекте, если это будет вредить интересам национальной безопасности США. Что-то у меня подсказывает, что как всегда будет. Ну вообще, Украина страшно вредит национальной безопасности США. То взорвет российский НПЗ, то, не дай бог, утопит авиароссия русский военный корабль. Это все страшные удары по интересам национальной безопасности США. 7,85 миллиарда долларов – это экономическая помощь. Вот она в кредит. То есть, то, что на войну, то не в кредит. В кредит – экономическая помощь. Экономическая – это на что нельзя ее тратить на выплату пенсии. Все остальное можно. Ну ладно, мы из другого кармана заплатим пенсию, а из этого – все остальное. Ну, бывает. Что такое в кредит, чтобы вы не пугались? С нас никто не будет ходить драть по ЖЭКам эти деньги. Значит, 7 миллиардов 850 миллионов долларов, которые нам даются в кредит. Эту… Кстати, давайте, сколько на каждого украинца? Давайте считать, что 40 миллионов у нас, да? Для упрощения. Значит, 7,850 разделить на 4. По 2000 долларов, кругом говоря, на каждого. Не взрослого, просто любого украинца. По 6000 долларов на семью – так нехило, да? Нам дают экономической помощи американцы. Я ничего не перепутал. Перепутал, конечно. По 600. Не по 6000, по 600 долларов, короче, на семью американцы. Дают в этом пакете одном. Но после ноября 2024 года, это прямо написано в договоре, в законопроекте, президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам. А с 1 января 2026 списать 100% задолженности, при условии, что это решение поддержит Конгресс. Почему такие даты? Хо-хо. Ну, потому что в ноябре выборы. То есть, в ноябре выборы прошли, и тогда президент США может списать 50%. Типа, например, выиграл Байден, он подписывает уже, потому что какая разница, типа, уже все равно Трампа не будет, который требовал это все сделать кредитами. Выиграл Трамп, Байден, уходя, половину списывает. Ну, а 100% в январе 2026 года, если победим Россию, уж как-нибудь мы с этим разберемся. Посол США в Украине, Маркарова, тоже распределила всю эту уже помощь, но там у нее какие-то вот эти же цифры распределены другим способом. Там какие-то текущие американские операции в регионе 11-3. Знаете, наверное, я не буду вам компостировать мозг по поводу этого, потому что очень сложно. То есть это через какие американские органы власти что пойдет? Например, 5 миллионов идет через Госдеп по администрированию оборонной помощи. 300 миллионов – помощь Украине в защите границ, продвижение верховенства права. 100 миллионов – поддержку разминирования. Что еще? Значит, 1,5 миллиарда на другие виды экономической помощи Украине пострадавшим странам. 25 миллионов – USAID, через USAID будет распределяться для пострадавших от российского вторжения. О, Господи. 149 миллионов вообще получит Национальная администрация по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине. То есть 149 миллионов уже американцы сами у себя там будут тратить на то, чтобы бороться с захватом Запорожской атомной станции. Мы, кстати, сегодня поговорим, у украинцев, рассказываю, спойлер, у украинцев выработался этот, как его, иммунитет против ядерного оружия российского. Не шучу, это новый опрос Гэллопа и агентства Рейтинг. 60 миллионов на дипломатические программы, офис генерального инспектора USAID – 10 миллионов, Министерство энергетики США получит 98 миллионов. То есть вот все эти суммы, кроме вот этих глобальных, огромных, все, что помельче, все расписано, что, куда, через кого будет поставляться нам конкретно. Вау, Мэджик, Мэджик Джонсон. Помните, был такой, кстати. Надо будет что-нибудь так назвать. Был такой баскетболист Мэджик Джонсон. Впрочем, хотя нет, спасся. Вот тоже, знаете, был на грани гибели. Мэджик Джонсон заболел спидом и оказался первым практически человеком в мире. Ну, так как у него было миллионов, там, сто на счету долларов, то он был первым в мире, кого от этого самого СПИДа смогли вылечить. Вот Мэджик, Мэджик – это же чудо. Мэджик Джонсон будет, если в последнюю секунду Майк Джонсон все-таки примет, ну, примет, если выставит, а Конгресс примет этот самый законопроект о помощи Украине. Значит, Джонсон заявил, что голосование, он запланировал на 20 апреля, в субботу. Также будут там представлены тексты трех отдельных законопроектов по помощи Израиля, Тайваню. И третий я уже вам вчера подробно описывал, насчет того, что ТикТок закрыть и принять другие меры по противостоянию России, Китаю и Ирану. Так, внесли их в среду, сейчас обсуждение возможных поправок, в субботу голосование. Прямо пишет, опять-таки, уже сам Джонсон, ожидаем финального голосования за одобрение этих законопроектов вечером в субботу 20 апреля. Вечер в субботу 20 апреля, это у нас ночь субботного воскресенья. То есть, уже не в шаббат, видимо, поэтому уже можно. Ну, в Киеве не будет уже шаббата, чтобы евреи не расстраивались. И, конечно, день рождения Гитлера. Понимаете, день рождения Гитлера 20 апреля. Поэтому наш ответ, как говорится, будет вот на день рождения Гитлера. Вот такой подарок будет преподнесен Путину, если что. Надо будет это запомнить. Джо Байден, который в течение недели, как вы помните, Белый дом сомневался, Белый дом говорил, нет, такой мы не поддержим, так мы поддержим, с этим поддержим, с этим не поддержим. Джо Байден сдался, похоже, в хорошем смысле. И выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайване. Нет, такое сообщение появилось на сайте Белого дома. Ну, сколько времени еще Джо Байден займет подписать? Но это надо сначала проснуться, разбудить Трампа. Шутка. Это я про вчерашнее задремывание Трампа. Так теперь всех буду троллить. Байден взял, что решительно поддерживает предложенные Джонсоном законопроекты. Израиль стоит перед беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина перед постоянными бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц. Палата представителей должна принять этот пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро за ним последовать. Кстати, кто в Америке? Кто разбирается? Просто это не так просто найти где-нибудь, сидя вот здесь на полу, на коврике. Не буду говорить где. Трудно мне узнать, что Сенат-то. Ну вот, например, 20-го, если, ну так, если 20-го проголосовал Конгресс, то когда Сенат может голосовать? Они разъезжают собрать индейку или нет? Вроде бы с 22-го уже каникулы планировались, а это как бы понедельник. Нет ли здесь какой-то военной хитрости? Кто разбирается в Сенатских делах, напишите мне, пожалуйста, через Фейсбук, ссылку в описании, чтобы я разобрался тоже. Я знаю, что среди моих зрителей есть такие, кто внимательно прямо изнутри США следит за ситуацией. Ну а есть вот эта, помните, безумная такая достаточно трампистка Марджори Тейлор Грин, которая предложила отправить Джонсона в отставку за такие кренделя, как помощь Украине. Она внесла свою поправку, все, поправки пошли. Значит, поправка Мэджор Грин будет такая, что любой член Платы представителей Конгресса, который проголосует за проект о помощи Украине, будет обязан вступить в вооруженные силы Украины. Ну логично, нет? Но тут есть, конечно, нюанс, потому что там же три пакета. Сначала должен будет вступить вооруженные силы Украины, в тот же день, видимо, в ЦААЛ в армию обороны Израиля, потому что есть пакет помощи Израилю, и в армию обороны Тайвань он тоже должен будет вступить. А учитывая, что Соединенные Штаты в общей сложности оказывают военную помощь 50 странам, то нужно будет также вступить в вооруженные силы Эфиопии, Анголы, Гондураса, Гватемалы, Коста-Рики, Перу, Чили. То есть это просто будут такие мега-солдаты, солдаты удачи. Каждый конгрессмен, у него будет 50 комплектов военной формы, в зависимости от того, кому сегодня будут выдаваться. Кстати, сегодня на улице встретил военного, иду, смотрю, значит, идет военный, иностранный, по отношению к той стране, где я нахожусь, иностранный. Вау, смотри, такая форма красивая, думаю, что это такое, австралиец оказался, австралийская военная форма. Теперь я вот, надо будет попросить Австралию, чтобы наряду с Францией они тоже ввели к нам войска, потому что, ну, вы не поверите, это так красиво. Наши города просто украсятся австралийскими военнослужащими. Я думаю, что после принятия американского пакета уже и до австралийских военнослужащих недалеко. А сейчас я займусь немного рассказом вам о деятельности российской оппозиции. Давненько я этим не занимался, я серьезно давно этим не занимался, потому что после, сначала была смерть Навального, потом так называемые выборы президента России, вот с выборов президента России прошел ровно месяц, просто юбилей вчера отмечался, месячник выборов президента России, и оппозиция-то затихла российская, в чем я не с упреком сейчас говорю, а искренне, потому что, ну, а что делать? Ну, все, вот та модель, которую они пытались применить как бы в борьбе с путинским режимом во время, пользуясь тем, что типа как будто бы выборы, она себя исчерпала, а дальше месяц, ну, стало больше нечем заниматься. Следующие выборы через шесть лет, типа что, сейчас готовятся, что ли? Кстати, да, давайте как-то к 2030-му обсудим единого кандидата, было бы несерьезно. Поэтому у них произошел некий надлом, конечно, и смерть Навального, убийство России, ну, российским режимом Навального, и вот эти выборы закончили фактически, какой-то этап, что ли, подвели итоги этого этапа деятельности. И вот Саймон Шустер решил оживить российскую оппозицию тем, что, видимо, как раз в месячник этих выборов взял интервью Юлии Навальной, вдове покойного Алексея Навального. Она тогда, после смерти Навального, делала несколько политических заявлений, я все время всех призывал нас с вами отнестись с пониманием, с пониманием, потому что у человека трагедия, мужа, мужа убили только что. И не надо было тогда резко как-то набрасываться, что ли, на человека, и требовать от нее делать какие-то политические заявления, например, по Украине. Тогда я так говорил. Сегодня я этого уже не говорю, сегодняшнее интервью, это уже, конечно, политическая программа, потому что там есть политические заявления, там есть то, что может повлечь реальные последствия. Поэтому сегодня мы можем уже смело разбирать это, как политическая программа. Все, что касается ее высказываний о внутрироссийских делах, я в это вмешиваться не собираюсь. Это российская оппозиция. Пусть российская оппозиция решает, кто будет их лидером, Юлией Навальной, или кто другой. Это нас, ну, меня вообще не касается. Поэтому я затрону только ту часть интервью, которая непосредственно про нас, про Украину, про нашу войну. Но начну я издалека. Фотографию я нашел в телеграм-канале 9-го канала Израиля. То есть 9-й канал – это этот самый... Ну, русскоязычный, русскоязычное телевидение в Израиле, где я периодически даю интервью. Они выложили фотографии, граффити на иранских стенах, то есть стены домов в Иране, и на них граффити. И надпись вот такая. Hit them, Israel. Iranians are behind you. То есть это фотографии из Тегерана, где иранцы по ночам пишут на стенах, Израиль, ударь по ним, иранцы с тобой. По ним это по Ирану. То есть иранцы призывают Израиль ударить по Ирану, потому что иранцы с Израилем. Это и есть иранская оппозиция. Ну, там, кстати, в отличие от России, социология более-менее какая-то существует, насколько я понимаю. Плюс там выборы президента более... Я не знаю, насколько они свободны, но они в какой-то степени свободны. Там есть альтернативы и так далее, и так далее. И, в общем-то, по опросам большинство... Кстати, опросы недавно публиковал, я просто в это не лез. Но большинство, большинство сегодня жителей Ирана не поддерживает режим Айталы и Хамины. И вот они пишут на стенах, Израиль, ударь по ним, иранцы за тобой. Для чего я это рассказал перед тем, как перейти к интервью Юрии Навальной? Потому что этого российских оппозиционеров мало кто говорит. Украина, ударь по ним, россияне с тобой. Слышали ли вы от россиян высказывания «Украина, бей посильнее по России»? Я слышал. Такие есть. Такие есть. Но таких немного. Но вот о них, Юлия, мы поговорим сейчас. Потому что Навальная в интервью Шустеру говорит, что, по ее мнению, Украина совершает ошибку, как государство, тем, что не строит как бы отношений с российской, с россиянами, которые против войны. Вот зачитаю вопрос и ответ даже полностью для начала, чтобы разобраться. Значит, я говорил, это Шустер говорит с президентом Зеленским о российской оппозиции, в смысле, об отношениях с ней и его командой, они в это не верят. И взгляд на этот вопрос развивались со временем. Но к концу 22-го года они пришли к выводу, что это не просто война Путина. Это война России. И неправильно искать так называемых «хороших русских», пишет, говорит Зеленский, Шустеров. Вот что отвечает Навальная. «Хорошие русские» это очень плохая фраза. Ну, я тут это Каспаров сказал, не я сказал «хороших русских». Я считаю, что они просто не хотят искать этих антивоенных россиян, то бишь мы не хотим искать антивоенных россиян. Но такие россияне все-таки существуют. Верю, досюда верю. Просто трудно ожидать, что они выйдут на улицу, потому что, как я уже сказал, они все люди-герои. Ну, это понятно. Они готовы прибегнуть к разным видам борьбы. Важно поддерживать этих людей, и я считаю, что игнорировать их ошибка правительства Украины. Правительства Украины. Дальше говорит Навальная. «Обычные украинцы понимают». Вау, типа «мэджик». Прямо вторая после Явлинского. Помните, Явлинский говорил, сейчас украинцам выгодно отдать территорию, подарить территорию россиянам. Заморозить конфликт на этой линии. Украинцам сейчас выгодно. Значит, обычные украинцы понимают, что не все россияне настроены против них. Я лично понимаю. Но когда речь заходит об украинском правительстве, я думаю, было бы правильно, если бы оно помнило об этих людях. Это явно не война России, это война Путина, говорит Навальная. Конечно, есть очень агрессивное, поддерживающее войну, меньшинство. Оно выделяется, но его очень мало. Путин делает все возможное, чтобы его поощрить. Он указывает на них и говорит, смотрите, все такие. Но это неправда. Большинство людей по разным причинам хотят, чтобы война закончилась. Разберу по пунктам, по косточкам. Первый, даже разберу сам вопрос Саймона Шустера. Вот тут прямо железная правда содержится в том, что мне тоже кажется, что до конца 22-го года прямо украинское правительство искало, украинская власть искала союзников среди российской оппозиции. Ну, прямо искала. И, ну, активно украинские официальные спикеры, тогда это был не только Михаил Подоляк, тогда это был, например, Алексей Ристоевич, который был официальным, безусловно, спикером в этот момент офиса президента. Они ходили постоянно на каналы российских оппозиционеров. Сейчас это все сузилось до каких-то ограниченного количества, скажем так, каналов. И поиски этих самых друзей, ну, друзей в данном случае, кстати, не в кавычках даже, поиски друзей среди россиян, они, мягко говоря, сузились очень сильно. Но дело-то не в том, что правительство Украины такое плохое, вот так решило, а в том, что, ну, не нашли, нашли мало. Давайте так, когда мы говорим про народ и народ, люди и люди, то вот я знаю, знаю ли я, что в России есть те, кто против войны, и даже за победу Украины. Знаю. Мало того, сейчас они меня смотрят, эти люди. На канале Штельбан есть зрители из России, которые хотят победы Украины. Они даже смело пишут, кстати, комментарии, человек просто пишет, я из такого-то города, я желаю победы Украине. Я вот прям, бейте по ним. Вот, грубо говоря, то, что написано сегодня на стенах в Иране, в Тегеране, оппозиционерами, то пишется на стене на канале Штельбан под видосами, которые пишут комментарии, эти люди из России, смелые люди. Вот, пожалуйста, демонстрирует поддержку Украины. Поэтому, есть ли в России таких миллионы? Я думаю, что есть. Есть. Спасибо всем, кто так думает. Спасибо. Спасибо.